На территории Самары 10195 многоквартирных домов. Из них 8374 здания с центральным отоплением. Остальные с индивидуальным. В системе ГИС ЖКХ на сегодня размещено 9664 паспорта готовности. Это 94,8% всех жилых домов. Об этом говорили на совещании в мэрии. В 13 домах, два из них расположены в железнодорожном районе и 11 в Самарском, фонд капремонта проводит работы по ремонту системы отопления. Их планируют завершить 20 сентября. Что касается социальной сферы, то к ней относятся 662 здания. Все они готовы к подаче тепла. В том числе 408 объектов образования, 39 спортивных объектов и 143 объекта культуры. По распоряжению вице-мэра Владимира Василенко, тепло в больнице и другие учреждения, где люди находятся круглосуточно, нужно подавать незамедлительно. Уповать на то, что у нас сегодня будет 26 или 28 градусов, это ни о чем, потому что завтра мы провалимся на 22, а потом она будет на 18, то есть, а потом она будет гулять температуру. Сейчас, в ночное время, вот эта дождь, которая у нас есть, и сырая погода, она дает некомфортную территорию там, где пребывают люди с круглосуточным режимом содержания. А содержание это больницы, дома ребенка, в данной ситуации в первую очередь мы должны добиться, чтобы были включения. Работа по перекладкам в Самаре близится к завершению. В этом году запланировано переложить 5397 погонных метров. Изначально в планах были работы на 12 участках, но затем в работу взяли еще 8 дополнительных. То, что касается 12 участков, которые основны в постановлении, по 8 участкам монтажная схема собрана в полном объеме. По 4 участкам это Солнечное аэродромное, Кирово и Московское шоссе. На сегодняшний момент работы ведутся по переврезке, именно на Московское шоссе это переход Московского шоссе. На теплоснабжение данные участки не влияют, там собраны резервные схемы. По дополнительным 8 участкам работы также ведутся. Монтажные схемы собраны, готовность порядка 75%. Окончание работ запланировано на 25 сентября. Виктория Шара и Василий Калдашов. События.